Мы делили апельсин. Древнее проснулось зло. Много нас, а он один. Пять дивизий полегло. Это только для ежа. Не воскреснет мертвый еж. Это только для чижа. Против пули не попрешь. Это только для бобра. А в придачу мега зло. А для волка кожура. Хоть кому-то повезло. Здравствуйте. Дышим полной грудью, дамы и господа. Чувствуете, чувствуете, чувствуете? Полный абзац был глухой цитрусовыми, потому что сегодня мы говорим про апельсины. Пробуем апельсины на вкус. И вокруг одни сплошные апельсины, 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 апельсины. Перевожу с апельсинового на человеческий. Сегодня в обзоре книги, в названии которых есть слово апельсин. Такой вот витаминизированный книжный фреш. Полезный, если не для здоровья, то для работы клеточек головного мозга. И начинаем с, казалось бы, очевидного, знаменитого, зачитанного заводного апельсина Антони Бёрджеса. Заводной апельсин – очень спорная книга. Но бесспорно, оцени игру слов, бесспорно она настолько ярко вошла в мировую культуру, что игнорировать ее образованному человеку уже просто как-то неприлично, что ли. Название «Заводной апельсина» Роман получил от выражения, которое когда-то широко ходило у лондонских кокнев, обитателей рабочих слоев из Энда. Кокни старшего поколения о вещах необычных или, скажем так, странных, говорят, что они кривые, как заводной апельсин. То есть это вещи самого, что ни на есть, причудливого и непонятного толка. Антони Бёрджес 7 лет прожил в Малайзии, а на малайзийском слово «оранж» значит «человек». На английском «оранж» – апельсин. И снова игра слов «а». Кстати, об игре слов. Кто-то считает заводной апельсин такой гениальной антиутопией, кто-то жестокой книгой о непонимании между поколениями, но все-все-все-все-все признают гениальность Бёрджеса, придумавшего «Нацат». «Нацат» – это вымышленный язык арга, на котором общаются герои книги. В «Нацате» часть лексики английская, а часть вымышленная, созданная автором в первую очередь на основе русского языка. Незадолго до написания романа писатель побывал в Советском Союзе и, видимо, очень сильно впечатлился. А в первой части романа автор вводит на страшный мир Алекса. Там мрак. Но такой формат переходного возраста утрированы до анафилактического шока. Во второй части Алекс попадает в тюрьму, где не справляется, как многим хотелось бы, а по-прежнему он рад любой возможности показать свою силушку и выместить на ком-нибудь свое недовольство этим миром. «Выше огненных созвездий, брат верши жестокий пир, всех убей, кто слаб и сир, всем по морде, зад пинай, конючи мир». Алекс так отсидел два года, и вдруг появилась возможность выйти на свободу. Амнистию обещают любому, кто согласится провести над собой эксперимент. Наш герой, ну, точнее, антигерой, он, не очень задумываясь над тем, что с ним собираются сделать, безусловно, соглашается. А эксперимент состоит в следующем. Заключенному промывают мозги, делая его неспособным не только на насилие, но и на половой акт. Даже музыка Бетховена причиняет ему невыносимые страдания. Поочередно Алексу встречаются на пути все его жертвы и отводят на нем душеньку. А потом он вырос. Книга написана в 62-м году прошлого века. Мое мнение, художественная ценность на сегодня, она, наверное, несколько завышена. А вот моральная лучше удалась в экранизации Стэнли Кубрика с Малкольном Макдаулом в главной роли. Имхо. Нужно ли читать? Да, если в лихие 90-е вы были подростком и почему-то тогда этого не сделали. Того, кто сегодня открывает заводной апельсин впервые. Не испугаешь? Он новости каждый день по телевизору смотрит. Конфета раскрашенная, апельсинолепестковая, обтекаемая малютка. Это самая первая книга-классика американской литературы Тома Вульфа. Своего рода зернышко, из которого впоследствии выросли такие шедевры документалистики, как электропрохладительный кислотный тест, новая журналистика и битва за космос. Название всему сборнику дал одноименный очерк, посвященный показу. Показу последних моделей автомашин, модернизированных и оформленных калифорнийскими подростками. Вот это важно. Вы думаете, что сюжеты своих книг авторы долго и трудно выдумывают, сидя ночами над своими печатными машинками? Возможно. Возможно, у кого-то так и происходит, но не у Тома Вульфа. Только послушайте, как человек заработал свой первый миллион. В 1962 году молодой Тома Вульф оказался перед вынужденной необходимостью остановить свою карьеру газетного репортера. Но его спасает от фатального решения главный редактор журнала Esquire Byron Dobell, который отправил Вульфа в Калифорнию, чтобы тот написал серию репортажей о культуре форсированных автомобилей. Материала по итогу получилось так много, так много, что все впечатления, они просто не укладывались в одну газетную статью, в один материал, что делает опытный главный редактор. Он берет все эти наброски, вырезает из них свое имя и публикует все эссе без изменения. Да он даже рабочее название не поменял, а называлась «Ура-ура!» Вот она, та самая конфета раскрашенная, апельсинно-лепестковая, обтекаемая малютка. В итоге растут продажи газеты, растет узнаваемость Вульфа и растет желание выпустить книгу. Желание реализовалось спустя три года. Выход сборника считается днем рождения новой журналистики. Когда я читала этот сборник 20 лет назад, была в полном восторге. Ах, какой богатый язык! Ах, какие эмоции! Ну вот открываю я книгу недавно, читаю первую страницу и в панике захлопываю эту книгу. Аккуратно приоткрываю ее еще раз, может показалось? А нет, не показалось. Из книги пестрым потоком вытекает патока из подросточков, брючек, наркотичков, машиночек, апельсиночек. Именно вот в таком уменьшительно-отвратительном виде. И то, что когда-то казалось свежим, как апельсиновый фреш, сегодня уже несколько б.у. Пардон, такое ощущение, что я подписалась на самый тупой тикток в мире. Какие-то наколотые апельсины. От матери в наследство Фрамбуаза получила альбом с кулинарными рецептами. Не густо, если учесть, что ее брату Кассису досталась ферма, а старшей сестре Рен – винный погреб. Причем совсем содержимым. Но весь фокус в том, что на полях этого альбома, рядом с теми самыми рецептами разных блюд и травяных снадобий, мать записывала свои мысли и свои признания относительно некоторых событий ее жизни. Словом, вела своеобразный дневник. И в этом дневнике Фрамбуаза пытается найти ответы на мрачные загадки прошлого. Это пять четвертинок апельсина Джоан Харрис. В принципе, Джоан Харрис мы с вами уже читали в полном абзаце. Ее блюдо мы подавали в проекте все время как сладкий, хороший десерт. Вы ожидаете, что пять четвертинок апельсина – это тоже что-то близкое к кулинарии? Не тут-то было! Апельсины в книге, естественно, присутствуют, но исключительно как смысловая нагрузка, не имеющая отношения к еде. Роман начинается неспешно. Лишь постепенно он ускоряется, ускоряется. Героины книги вспоминают период Второй мировой войны, о том, как они жили в деревне на берегу Луары в период оккупации. События того времени они наложили отпечаток на всю оставшуюся жизнь. В семье было трое детей – две сестры и брат. Отец погиб, сражаясь с фашистами, и матери пришлось подымать детей одной. На ее счастье, она была отличной кулинаркой и продавала плоды своего труда. И это была очень суровая женщина, никак не проявлявшая своего отношения к детям. К тому же она с молодости страдала от аромата апельсинов. У нее от этого запаха начинались головные боли, мучительные, от которых она спасалась лекарствами. Дети в этот момент были предоставлены сами себе. И вот 9-летняя Фрабуаза, чтобы получить больше свободы, она начала пользоваться материнской слабостью. А что делает Фрабуаза? Она специально стала подкладывать в тайные местечки дома апельсиновую цедру, чтобы мать запиралась у себя в комнате и никуда сутками не выходила, страдая от жуткой мигрени. Пол намеком проходит мысль, что старшие брат с сестрой сообщали немцам некоторые сведения о жителях деревни. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, за что получали дефицитные вещи. Узнав об этом, Фрабуаза тоже хочет что-то получить. К тому же она заядлая рыбачка, мечтающая поймать старую щуку. Щука – это образ, щука – это символ. Пытливый мозг увидит тут намек на родительницу щуку и на судьбу злодейку щуку. Через много лет мать оставит старшим детям в наследство старую ферму и погреб с самодельными винами. А вот младшенькая Фарбуазе достанется ее память. Тот самый дневник с рецептами и зашифрованными текстами событий войны. И за этим дневником почему-то начинается охота. Интересно, друзья, этот апельсин мне кажется неиспорченным, не заводным и даже очень витаминизированным. Написано классно, современно и свежо. Мораль. Дети ведь, как известно, жестокие и если уж нанесут рану, то до кости. Их цель попадает куда точнее любого взрослого. Пришло время апельсинового рейтинга. Напомню, на последнем месте не худшее из худших, но, на мой взгляд, морально устаревшее. Конфета раскрашенная, апельсина лепестковая, обтекаемая малютка Тома Вульфа. На этой тачке мы далеко не уедем. Второе место рейтинга. Книг с ароматом цитрусовых, заводной апельсин. Энтони Бёрджеса по факту пахнет далеко не апельсинками, а агрессией, страхом и беспросветностью бытия. И, наконец, пять четвертинок апельсина. Джоан Харрис – это первое место. Фрамбуаза в переводе с французского означает «малина». На этом все. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и грузите апельсины бочками.